Всем привет! Урок 31. В этом уроке мы узнаем, что такое URI и Intent Attribute Data, а также вызовем системные приложения – браузер, звонилка, карта. Мы знаем, что Intent имеет атрибут Action. С помощью этого атрибута обычно дается указание действия, например, просмотр или редактирование. Но действие обычно завершается не просто так, а с чем-либо. Значит, кроме указания действия, мы должны указывать на объект, с которым эти действия нужно произвести. Для этого Intent имеет атрибут Data. Один из способов присвоения значения этому атрибуту – метод SetData у объекта Intent. На вход к этому методу подается объект URI, или, как проще говорят, URI. URI – это объект, который берет строку, разбирает ее на составляющие и хранит в себе эту информацию. Строка, конечно, должна быть не любая, а составлена в соответствии с документом RFC 2396. Ссылку на него найдете в описании к уроку. URI имеет кучу методов, которые позволяют извлекать из распарсенной строки отдельные элементы. Я создам объект URI из строки, а в лог буду выводить название метода и через двоеточие значение, которое он возвращает. Например, возьмем такую строку – httpAdress. Смотрим, что нам возвращают методы. Понятия Scheme, Authority, Host, Path и прочие взяты из того же RFC документа. Там можно найти их полное описание, понять, что они означают и свериться с тем, что нам вернул URI. В этом примере Scheme равен Content. Это особый тип данных – Content Provider. Он позволяет любой программе давать доступ к своим данным, а другим программам читать и менять эти данные. Эту тему мы рассмотрим позднее, а сами будем создавать такой тип данных. Посмотреть, какие стандартные URI поддерживаются, можно по ссылке в описании урока. Примеры показывают, что URI можно создать из абсолютно любых строк – HTTP адрес, FTP адрес, координаты, номер телефона, контакт из адресной книги. Тип содержимого можно определить по Scheme, и этот же Scheme можно настроить в Intent Filter и отсеивать Intent только с нужным нам типом данных в URI, например, только HTTP. Этим мы еще займемся позднее, а пока сделаем простой пример, в котором будем формировать Intent с Action и Data, отправлять его и смотреть, что получится. Попробуем просмотреть следующее – HTTP адрес, координаты на карте и открыть окно набора номера. Чтобы посмотреть координаты на карте, необходимо приложение Google Maps. Его нет в стандартных Android платформах. Нам нужны дополнения от Google. В описании к видеоуроку есть ссылка на мануал по их установке. После обновления может немного поменяться интерфейс, не теряйтесь. Создайте AVD на платформе Google APIs с API Level 10. Назовите его на ваше усмотрение. Создадим проект. Обратите внимание, используем платформу Google APIs версии 2.3.3. Сформируем экран Main.xml. На экране три кнопки. Первая будет открывать веб-страницу, вторая – карту, а третья – звонилку. Впишем код в MainActivity.java. Я использовал три разных способа создания интента и задания его атрибутов. В случае btnWeb я использовал конструктор IntentStringActionUri. Он создает интент и на вход сразу принимает экшен и дата. Мы используем стандартный системный экшен – ActionView. Эта константа в классе Intent означает, что мы хотим просмотреть что-либо. В качестве дата мы подаем объект Uri, созданный из веб-ссылки. И если попытаться описать словами наш код, то получится так. Этот интент означает, что мы хотим просмотреть содержимое этой ссылки и ищем Activity, которая могла бы нам помочь. В случае btnMap использовался конструктор Intent. Он просто создает интент. А в следующих строках мы уже присваиваем ему атрибуты Action и Data. Action снова ActionView. А в качестве дата мы создаем Uri из пары координат. Этот интент означает, что мы хотим посмотреть на карте указанные координаты. В случае btnCall используем конструктор IntentStringAction. На вход ему сразу подается Action, а дата указывается позже. Action в данном случае ActionDial открывает звонилку и набирает номер, указанный в дата, но не начинает звонок. В дата помещаем Uri, созданный из номера телефона 12345. Три этих способа приводят к одному результату. Intent с заполненными атрибутами Action и Data. Какой из них использовать и решать вам, в зависимости от ситуации. Так как нашему приложению понадобится интернет, чтобы открыть ссылку и посмотреть карту, соединение с интернет вашего компьютера должно быть активно. Также в файле манифеста приложения, на вкладке Permission, добавьте элемент Use as Permission и справа в поле Name выберите Android Permission Internet. Это даст приложению доступ в интернет. Правда у меня почему-то и без этого все работает, пока не понял почему. Все сохраняем и запускаем приложение. Жмем кнопку Web. Открывается стандартный браузер и отображает содержимое страницы по ссылке. Возвращаемся. Жмем Map. Отображается карта. Уменьшите масштаб, чтобы понять координаты какого места я использовал в примере. Возвращаемся. Жмем Call. Отображается стандартный экран набора номера и видим, что номер, который мы указывали в дата, уже набран. Нам остается только нажать кнопку звонка. Скорее всего, сейчас есть много вопросов типа «Что будет если?». На некоторые из них сразу могу ответить и предлагаю вам поэкспериментировать в текущем приложении. Первое. Что будет, если указать координаты без приставки Geo? Система ругнется, что не нашла подходящего Activity, смотрите логи, так как в Activity карты настроен Intent Filter, который, как я думаю, настроен на дата с с кем равным Geo. Аналогично не сработает звонилка, если указать номер без приставки Tell. Второе. Что будет, если в координатах оставить Geo, но координаты указать кривые? Если мы попробуем посмотреть, например, такие координаты, то карта запустится, но скажет нам «Unable to load the URL», то есть данные подошли по схем, но оказались некорректными. Третье. Что будет, если координаты указать верно, но Action использовать не Action View, а Action Edit? Получается, что мы хотим отредактировать место на карте, заданное этими координатами, но система говорит нам, что она не нашла такой Activity, потому что приложение Google Maps ожидает Intent с Action равным Action View, и оно сможет показать нам это место на карте, а на редактирование оно не подписывалось. Необходимо понять, что все приложения в системе заточены под конкретные действия с конкретными типами данных. И если вы попробуете позвонить на адрес сайта или открыть на карте номер телефона, то система просто не найдет приложение, способного на это. Ну на сегодня это все. А на следующем уроке пишем простой браузер. Всем пока!